Друзья, всем огромнейший привет из МХА-студии! Сегодня снимаем, готовим очередной вкусный рецепт. Этот рецепт, я думаю, оценит вся ваша семья, либо друзья, либо близкие. В общем, это будет простой, вкусный, недорогой, сытный ужин для всей семьи, приготовленный дома, в духовке, из доступного набора продуктов, которые можно приобрести в любом ближайшем магазине. В общем, сегодня у нас курица с овощами и с рисом басмати. Курица с рисом, с добавлением овощей, скажем так. И по ингредиентам пробежимся. Мы будем использовать сегодня куриные голени, можно использовать любую часть курицы, можно разделать курицу на разные куски. Это все на ваш, как говорится, на ваш усмотрение, на ваш вкус. Также мы будем использовать рис басмати. Если считаете или не можете найти басмати, можно использовать любой рис. Самое главное его не передержать, чтобы он у вас не разварился и не превратился в кашу. Также мы будем использовать смесь овощей. У нас мексиканское выбрали, но овощи можно также... Куча существует всяких всевозможных этих пакетов, набора замороженных свежих овощей. А для маринада нам потребуется оливковое масло, соевый соус, паприка, сухой чеснок, соль, перец. В принципе, очень небольшой ограниченный набор ингредиентов, но получится очень вкусно. И первым делом, что мы сделаем, мы должны замариновать курицу. Для этого будем использовать примерно 50 мл оливкового масла, либо можно заменить подсолнечным. Наливаем на курицу. Добавили масло, далее добавляем... Вот тут я по граммовкам не буду говорить, там 70-100 мл соевого соуса. Далее все это солим. Солим не очень много, так как соевый соус уже соленый. Примерно 1,75 мл же мы немножко посолили. Обязательно по вкусу добавляем черный свежемолотый перец. Лучше свежемолотый, но если нету обычный молотый перец. Здесь уже смотрите по своему вкусу. Кстати, те приправы, которые сегодня мы используем в видео, можете заменить своими любимыми. Можно добавить, кто любит поострее, добавляйте черный... Ой, черный, оговорился. Красный острый перец. Можно добавить, я не знаю, любые ваши любимые итальянские травы, все что угодно. Тимьян, розмарин, все что вы любите, все добавляйте. Сухой чеснок обязательно. Чайная ложка. Вот я половинку взял и еще половинку. Напомню, у нас здесь 12 голеней, 2 упаковки, ну кто любит граммовки, по 800 с чем-то граммом. Ну, 1,6 кг, грубо говоря. Паприку мы часто очень используем копченую. Чайную ложку смело, а можно даже еще чуть-чуть. Будет очень прикольный цвет и аромат от нее. Так, ну и все. Чеснок, паприка, соль, перец, все здесь. Перемешиваем курицу. Со всеми приправами каждый кусочек натираем. И обмакиваем вот в смеси масла и соевого соуса. И в таком состоянии курица должна промариноваться, ну, хотя бы полчасика. Соевый соус очень быстро впитывается в курицу, поэтому полчаса вполне достаточно. Пока вы будете заниматься другими делами, подготавливать. Нам сейчас нужно будет промыть рис. В общем, за это время, за время подготовки курица уже успеет подмариноваться. Ну, а пока маринуется курица, промоем рис в проточной воде. Рекомендую делать это с любым рисом, потому что с рисом нужно вымыть лишний крахмал. Из-за этого он у вас не будет слипаться. Поэтому насыпаем просто друшлаг, включаем холодную воду. И вот мне нравится даже в друшлаге промывать больше, чем, знаете, в тарелках замачивают, меняют воду. Вот так лучше вымывается вот этот белый крахмал, весь уходит, и рис у нас не будет слипаться. Промываем тщательно рис в течение, там, двух-трех минут под проточной водой. Прошло около получаса, рис промыли, он уже немножко, вот, вода с него стекла. Также курица у нас промариновалась около получаса, и первым делом высыпаем рис в противень. Даже, как-то я думал, что поменьше будет, многовато получается, хотя, наверное, нормально. Разравниваем по всей плоскости противня. У нас здесь две пачки по 450 грамм, 900 грамм риса, ну, практически килограмм можно считать. Далее отправляем сюда смесь овощей, можно, кстати, использовать сезонные овощи, которые у вас есть с грядки, уродился урожай, там, те же кабачки, та же морковь, все что угодно. Вот этого здесь одной пачки будет достаточно. Стручковая фасоль, я не думал, что здесь так много хватит одной пачки. Вторую берем в морозилку, когда-нибудь еще сделаем рис с овощами просто. Ну, так же разровняем. И укладываем сверху курицу, замаринованную курицу. 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 Четко получилось, прям полный противень практически у нас. Еще рис потом, когда будет готовиться, набухнет, поэтому много получится. Вот этот маринад, в котором мариновалась курица, ни в коем случае не выливаем. Поливаем его, ну, на курицу, на рис. Так, прольем по курице, оставшаяся в рис уйдет. Так, и заливаем кипятком, горячей водой. Духовка, кстати, у нас тоже уже разогрелась. Поставили на 200 градусов, будем ставить все в горячую духовку. Наливаем воду. По воде точное количество сказать не могу. Мы сейчас добавим так, чтобы вот ее чуть-чуть было видно по краям. А уже по мере готовности, в крайнем случае будем добавлять, добавим немножко кипятка. Если посмотрим, что рис еще не сготовился, а вода у нас уже исчезает. Вот так, немножко, чтобы воду было видно. И все, отправляем наше блюдо в разогретую до 200 градусов духовку приблизительно на час. Через полчасика, но обязательно надо контролировать, будем смотреть по воде. Если что, может быть там стакан кипятка еще добавим. А возможно ее и хватит. Если будем добавлять, обязательно об этом скажем. Отправляем в духовку. Друзья, прошел час, за это время где-то через полчаса рис, ну, я следил постоянно. Рис начал набухать и пришлось добавить около стакана, может быть чуть больше стакана воды я добавлял. Просто не стали это снимать. И все, выключили духовку минут 5 уже, как противень еще здесь настоялся. И сейчас покажу вам красотень. И обязательно попробуем. Ого, она тяжело как на рукой. Вот такая красота. Сейчас обязательно все помешаем и попробуем, положим поток, очень горячо пока что. Ну и все, дегустация. Сначала кладем курицу по паре ножек. Сейчас место освободится и немножко рис с овощами перемешаем. Риса, кстати, много получилось на такой противень, я думаю... Ну, опять, смотря на сколько человек готовит, здесь, в принципе, человек на 10 еды. Если готовить, ну, понемногу, скажем так, одной пачки такого риса, ну, рис зато получился вот рассыпчатый. Вода, по воде, смотрите, вот воды вообще не грамма снизу. То есть по воде все четко. Угадал. Ну, как угадал, добавлял, просто следить надо. И, знаете, еще забыл подсолить все это дело, поэтому уже рис с овощами. Сейчас курица у нас соленая, маринованная, а рис с овощами сейчас подсолим уже в тарелках. Вкуснота, ребят, запах, аромат просто обалденный. Наверное, даже можно было одну пачку риса и лучше две пачки вот этих овощей. Тоже очень вкусно, прикольно смотрится. Ну, сейчас вторую тарелку немножко остынет и попробуем. Немножко уже остыло. Рис досолил с овощами в тарелке. Рис полностью готов. Получился рассыпчатый, очень вкусный. С овощами очень хорошо сочетается. Ну и по курочке давайте разломим, посмотрим. Я думаю, здесь все видно, даже говорить ничего не стоит. Сочное, полностью припеченное мясо у кости, все белое. Ну, час в духовке при 200 градусах, сами понимаете, что все готово. Ну и курицу пробуем. Чувствуется соевый соус, чувствуется маринад, очень вкусно. И самое главное, что курица очень сочная внутри, вообще не высохла, ни грамма. Так что, если понравилось видео, ставьте палец вверх. Если не понравилось, палец вниз. Повторяйте рецепт, готовьте дома. Для себя, для друзей, для семьи. Я думаю, все будут довольны, если вы едите рис, курицу, это блюдо вам на заметку, в копилку. Пишите комментарии, все ссылочки внизу в описании, на все наши соцсети. Кстати, на телеграм тоже подписывайтесь, потому что там выпускаем видео какие-то, коротенькие фотографии, выкладываем что-то, обсуждаем, в общем, там общение. Всем пока и приятного аппетита!